Небо. Небо еще не видела такого позорного пацака, как ты, скрипач. История российской многопартийности, как мне кажется, еще не переживала такого депрессивного момента, как сейчас. И на федеральном уровне, и на региональном, на местном уровне. Все партии, кроме, конечно же, «Единой России», находятся в нокдауне, одной ногой в могиле, и следующие выборы, большинство из них, скорее всего, не переживут. Наша страна стремительно летит в пропасть к однопартийной системе, в которой останется «Единая Россия». Многие были уверены, что партия власти, воровской вертикали, как ее называли, не другие оппозиционеры, партия жуликов и воров, как ее называл покойничек Навальный, будет уничтожать, будет выжигать, будет компрометировать своих политических оппонентов. Но эти партии состоят из живых людей, со всеми их недостатками и пороками. А уж политика предполагает такую отрицательную селекцию, что в партиях чаще всего задерживаются самые негодяйские, отвратительные, мерзопакостные, недостойные люди, к сожалению. Очень редко их возглавляют достойные, принципиальные, настоящие борцы. Все чаще, да и всегда это были переговорщики, люди, заключающие договорники ради партийных и собственных политических интересов и будущего. Позвольте минут 10 моей колхозной аналитики о текущей ситуации. Начнем с региональной. Сегодня стало известно, что возбуждено уголовное дело в отношении лидера красноярских коммунистов, вице-спикера Краевого парламента Андрея Новака. За секундочку, это вторая партия в регионе, да и в стране. Оппозиционные силы возлагали и, наверное, продолжают возлагать большие надежды на левые силы. Объединяются или объединялись вокруг КПРФ, как движение за новосоциализм Латошкина, другие левые силы. Но коммунисты уничтожают себя сами. Им даже не требуется толчок в спину, чтобы полетела в могилу, в кювет или во враг партия со столетней историей. Сами себя закапывают. Андрею Новаку подъявили обвинение в истязании, покушении и угрозу убийством своей сожительницы. Сообщается, что 14 июня в квартире, в доме на улице Юности в Ленинском районе Красноярска Андрей Новак нанес побои 47-летней женщине в прошлом главе Федерации шахмат по Красноярскому краю. Нанося удары по лицу и по телу, руками и ногами, со слов потерпевшей, Андрей Новак угрожал ей убийством. И их совместных детей намеревался и обещал сгноить в детдоме. А женщина всего-то, что и попросила, так то, что подаст на алименты. Ей нужны были деньги на содержание общих детей. Надо полагать, у Андрея Новака была другая точка зрения. В первые часы после того, как появилась эта новость, Андрей Новак, коммунисты заявили, что все это провокация и неправда. Что фотографии, которые появились в соцсетях, как Андрей Новак в парадных носках и в костюме, выходит из автозака в Ленинский РУВД, что все это фикция, постанова, провокация и, видимо, фотомонтаж. Но выясняется, что все это доподлинно настоящая история, которую почему-то вот так вот позорно Андрей Новак и его окружение сначала решили от нее откреститься, потом замолчать. Но по сути это все чистейшая правда. И что должно сейчас происходить? Главный коммунист под следствием, против него возбуждено уголовное дело по отвратительной статье. Истязание и угроза жизни, женщине, матери и его детей. Наверное, будь такой, случись такой позорный скандал в какой-то демократической стране, где действуют нормальные принципы и политической конкуренции, и оздоровление партий, и где репутация партии не пустой звук, где во главе партии стоят лучшие из лучших, самые достойные. Наверное, в такой стране и в такой партии руководитель ее местного отделения покинул бы пост и сказал, что, ну, ребята, я не достоин, вы видите, что произошло. В Красноярском крае пока этого мы не видим. Тишина. Я думаю, коммунисты слегка приуныли от происходящих событий. Но в России рядовые люди ни на что повлиять не могут. Смотря на ситуацию несколько глобально, поглядите, что происходит за последние годы. С одной стороны, власть борется с сильными лидерами. С другой стороны, оставшиеся лидеры сами себя устраняют. С кем борются? Убрали с политической арены Анатолия Быкова. Посадили. И эта партия патриоты России и движение политическое в свое время победила единороссов на выборах в Горсовет. И по численности заняла второе место. Второе место вообще, оно роковое для политических лидеров в новейшей истории. Загибаем пальцы. Анатолий Быков, как сильный конкурент и на губернаторских, и на парламентских выборах, устранен. Далее были губернаторские выборы, на которых второе место занял лидер, лидер, можно сказать, сам популярный ЛДПРовец Александр Глесков. В итоге Александр Глесков под арестом. Ему грозит там 7 или 9 лет. Коррупционный скандал. Он все отрицает. ЛДПР обезглавлено. Внутри, как змеи, друг друга начинают кусать и пожирать другие однопартийцы. И на региональном уровне, и подливают масло в огонь. Та же Ксения Собчак на федеральном уровне. Найдите ее интервью последнее. Тоже ужас. Там и сын Жириновского рассказывает, что Слуцкий это интриган и проходимец, который захватил партию. И молодой ЛДПРовец, который заявил, что политическое наследие и завещание Жириновского говорило об одном. А авторитетные ЛДПРовцы поступили по-своему. И Жириновский возлагал надежды на молодых ЛДПРовцев. А ЛДПР на федеральном уровне захватили, как говорится, уже зрелые, опытные мастодонты, невзирая на то, что завещал Жириновский. На федеральном уровне интриги, воровство, воровство мандатов, воровство должностей партийных. Не исключено, что и имущество тоже там пилят, делят партийную казну, золото партии. И на региональном уровне полный звездец. Лесков сидит, Натаров сидит. По делам или нет, как говорится, выяснит суд. Но мы загибаем пальцы, что ЛДПР тоже одной ногой в могиле. СССРы на уровне погрешности. Кто-нибудь вообще слышит, что, где, какая активность маркерта СССРов за правду. Что на федеральном уровне, что на региональном. Это погрешность, которая, скорее всего, не преодолеет барьер пятипроцентный на новых выборах. Что дальше? А кто там остается? Новые люди, которых еще называют некоторые политологи, новые бляди, которые обещали одно, надели другое. Абсолютно мертворожденный искусственный проект. Подхалимов, Путина и Единой России. Ну, если их будут тянуть за уши, может быть, и 5-5 процентов преодолеют. Но кто в здравом уме, видя их дела из нормальных избирателей, будет за них отдавать голоса, я ума не приложу. И вот так, если будем загибать пальцы, патриотов нет, убрали с Быковым. ЛДПР, ну, уже практически нет. Жириновский умер, Блесков сидит, Натаров сидит. КПРФ в лице Новака на местном уровне себя дискредитировало. Вот какие лидеры. А если посмотреть, кто сидит в ЗАГСобрании, то там, скорее, не коммунисты, а либо бизнесмены весьма влиятельные, обеспеченные, которые туда попали по чьей-либо протекции, либо Русала, либо Единой России. И вот этот вот спектакль, эта клоунада, этот цирк, он мало того, что продолжается, он приводит к выводу, что никакой реальной политической борьбы нет, конкуренции нет, борьбы за власть нет. И Единая Россия, такое ощущение, для себя уже приняла решение, что пора с этим цирком завязывать. на прошедших выборах в Горсовет Красноярска, как вы помните, она забрала 30 мандатов из 36. И коммунисты получили один мандат, один зеленый. Вы понимаете, что по сути это все будет повторяться и на уровне ЗАГС Собрания, и на уровне Госдумы в будущем. Количество иных партий, уже даже не хочется говорить оппозиционных, будет уменьшаться их представителей. А Единая Россия, что бы там ни происходило, какие бы гольдманы не убегали за границу с деньгами вкладчиков. Все как с гуся вода. На репутации Единой России уже ничего не скажется. После многочисленных расследований и про дворцы, и про любовниц, про самолеты, про яхты. Все уже все понимают. Но альтернатива-то какая сегодня? Вы посмотрите, ребята. Кто-то сидит, кто-то себя дискредитировал. Идти на участки голосовать за кого-то не хочется. Полная апатия. Руки опустились у тех людей, которые реально следят. Началась специальная военная операция. Все партии, как один, поддержали. И многие избиратели, по крайней мере, что следует из комментариев в Ютубе, разочаровались. Они надеялись, что коммунисты будут против братоубийственных военных действий. Другие партии будут против. А никто, ничего, даже уважаемый многими подписчиками Платошкин поддержал. и все молчат, и все чего-то ждут, и все убеждены, что от них ничего не зависит. Если какой-то сценарий реальный, как можно было бы оздоровить партии? Ну, конечно. Есть еще люди достойные и в регионах, и на федеральном уровне, кто мог бы прийти на смену старым, хлипким, забронзовевшим, нечистоплотным лидерам. Кадровое обновление должно происходить, но ведь старые кадры вцепились в эти кресла и их не отпускают. На уровне КПРФ должны двигаться такие люди, как Николай Бондаренко, как тот же Николай Платошкин. По сути, это изгои, по сути, это маргиналы, радикалы, которых используют в период выборов, а дальше о них забывают. А реальные мандаты, реальную власть получают люди, которые по сути, даже коммунистами не являются. Везде, как на пешточнике, переставляют кручу-верчу, запутать хочу и запутывают и люди голосуют. И когда вы говорите, что не верите, что 87% проголосовало за Путина, что это все фальсификации, ребята, ну пусть фальсификации, ну 10, ну 20%, масштабах страны 87% не нарисуешь. Я общаюсь с людьми с глубинным народом и действительно 8 из 10 поддерживают Путина. Почти все говорят, а если не Единая Россия, то кто? Эти клоуны. Печальная ситуация, выхода из которой не будет, если не произойдет кадровой очистки, кадровой революции. Я журналист Дмитрий Полушин, YouTube-канал Кросс Ньюз. В описании видео ссылка на наш телеграм-канал. Подпишитесь, будьте на связи. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...